Я, честно, не верю, что за две недели в лагере твой уровень английского может подняться, ну, прям там, я не знаю, с B1 на C2 или что-то вроде этого. Я верю, что мы можем за две недели в лагере учить детей любить английский язык и понимать, что он может быть другой, чем вариант, который нам предлагают, наверное, в школе. Я не буду сказать, что это консервативный вариант школы, если он скучный, потому что я уверен, что школы уже тоже апгрейдились. Но то, что мы можем делать с английским языком в лагере, это то, что другие не могут. Мы собираем разные учителя английского языка. Наши учителя не только англичаны. Я люблю, чтобы их было там австралийцы, американцы, канадцы из Южной Африки, потому что у них разные акценты, разные культура, разные истории, разный бэкграунд, который у них существует. И поэтому это круто, когда вот эти разные люди, которые мы собрали с разной точки мира, общаются с детками, рассказывают им про свой бэкграунд и свой подход к английскому. Мы понимаем, что дети понимают глобальность английского языка. А помимо этого английский должен быть фан. Ты не можешь делать за три часа в лагере, где еще есть бассейн, солнце, футбол, девочки. И все другое, ты не можешь просто преподавать скучный, типичный английский язык. Поэтому мы разбиваем наши уроки на три частей. Первая часть это хотим мы не хотим, это должна быть какая-то часть связана с грамматикой. Это то, что родители верят, то, что должно происходить, дети должны это помнить даже во время каникулы. И поэтому мы выбираем те учебники, которые нам от этого мы кайфуем. Поэтому у нас есть National Geographic, поэтому мы работаем с современной топики, которые детям нравятся. Помимо этого, вторая часть это индивидуальные проекты английского языка. Когда ребенок сам работает на свой проект. Где мы можем обучать про римское или помпей, про везувию, про как была мозаика раньше. И когда потом мы даем эти tiles, и дети их ломают с молотком. И после этого создают свои маленькие pieces of mosaics. Это круто. Это то, что они возвращаются обратно дома и могут разговаривать. Конечно, у нас есть словарный запас, 20 слова, которые надо учить. Какой-то кондишнл, который мы внедряем там. Все это есть. И третья часть это speaking club. Это каждый день у них новый учитель. Они меняются, у них есть разные топики. Они играют в дебаты. Они делают публичные выступления. Они общаются по теме топики, которые этим учителям интересны. И поэтому у нас получаются суперкрутые проекты. И индивидуальные, и иногда групповые на английском языке. Опять, мой любимый проект английского языка. Могу вам рассказать. Это проект, который начался с концептом, что один учитель рассказал, что надо писать каждый день одно письмо в космос. Потому что в космос в тот момент был один австронавт, который из Америки, который был очень активный в ТикТоке, в Инстаграме. И каждый день дети писали групповое письмо в космос. Они написали, где они, что они делают, почему они любят Украину. И они говорили, каждый день в 12.55 мы будем находиться вот на эти координаты, и мы будем махать рукой в космосе. И, пожалуйста, дайте нам ответ обратно. И вы не поверите, но через три месяца ответ пришел обратно. Вот этот космонавт на Твиттере постил свою фотографию. Рука, которая вот так смотрит на Землю, и он передает обратно нашему лагерю привет. И вы понимаете, что это может происходить только потому, что они написали это на английском языке. Украинский неспасбе, русский неспасбе, китайский неспасбе – это единственный язык, который глобальный. Мы учим детей, что с английским языком будет легко не только в твою жизнь, не только на эту землю, но будет легко везде. Это универсальный глобальный язык, и поэтому мы его обучаем в лагере. Но мы это делаем креативно, мы это делаем специально так, чтобы было интересно детям, чтобы им захотелось продолжать это делать. Чтобы в моменте, когда они возвращаются обратно в Киеве, или в Одессе, или где угодно в Украине, чтобы они могли сказать своим родителям «Я хочу учить английский». Мне это по кайфу.